здравствуйте очень приятно спасибо вам что согласились с нами пообщаться давайте начнем наверное со вчерашнего марша мира мы вот рассказали о том как он проходил и знаем что были задержания после марша расскажите нам пожалуйста сколько человек где задержали и что с этими людьми происходит сейчас мы говорим про москву да про москву и про санкт-петербург говорим о той информации которая есть у вас хорошо но на самом деле вчера вчера было было задержано несколько человек на марше во-первых был был задержан как представитель лгбт движения и совершенно непонятно кто на него напал на самом деле возможно это был не не провокатор от человека с того же митинга из колонны националистов вот но в общем-то их их вдвоем с нападавшим вывели за кордон и обоих через какой-то момент отпустили вот потом был задержан еще один человек совершенно без без всяких оснований но он он провел в автозаке около пяти минут его задержали просто вместе с провокатором вот провокаторов действительно задерживали и у меня совершенно нет никакой информации о том сколько их задержали потому что мы просто не сдаемся никогда такими целями почитать их количество вот ну и наконец уже непосредственно после марша произошла странная история неожиданно нам позвонили пять человек из тверского ввд это вот тверской это тот район где это происходило примерно но мы так на самом деле не поняли кто это за люди склоняемся на самом деле к версии что это были провокаторы но провокаторы идейные которые там не находятся на крючке центра по противодействию экстремизма а просто именно эти люди пытались снять них отпечатки пальцев но после того как они отказались проходить процедуру дактилоскопии которая не обязательно в случае если речь идет об административном правонарушении и им угрожали соответственно посадить их на 48 суток под под любым предлогом но суть по всему это было 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 просто была попытка взять их что называется на понт и в итоге их отпустили тоже но эти люди точно не являлись участниками шествия и мы склоняемся к версии что это были провокаторы вот ну а что касается питера то получается там больше задержанных потому что там не санкционированные акции мы правильно понимаем да правильно но это тоже небольшое количество задержаний там тоже задерживали провокаторов но среди не провокаторов задержано было человек шесть шесть человек насколько я знаю их доста доставили 28 отделение и четверых их обвинили в разном кого-то обвинили в в том что человек ходил по газону и портил портил его эти вот статьи они в каждом регионе разные это питерское законодательство и остальных просто обвинили в мелком хулиганстве вот но четверых из них отпустили вчера двоих оставили на ночь их сегодня возили в суд вернули назад в общем в итоге сейчас их тоже отпустили скорее всего под какую-то расписку что они явятся в суд когда я тогда вызвала вот но были еще были еще другие случаи в регионах например в екатеринбурге организатора марша вообще просто приехал полиция забрала связи якобы с тем что она обещала явиться в полиции в отделении полиции связи с другим сдержанием но не явилось и вот они значит таким образом везли но правда потом назад верну вот ну и еще вот как минимум мы мы знаем случаи барнауле с держанием пикетчика и в волгограде троих человек еще задержали насколько я знаю они до сих пор находятся в суде их обвиняют в нарушении на вот этой классе классической митинговой статьи 20.2 вот примерно так данил вот очень интересный материал на вашем сайте уже немножечко рассказала украина как повод один из последних материалов которые появились расскажите нам пожалуйста кратко какие в каких случаях украина является поводом для задержания и каким образом вообще используется ситуация в украине для давления на активистов россии ну да наверное если вы читали материал это некоторая такая подборка мы специально сделали перед вчерашним маршем вы наверное обратили внимание что речь идет ну есть как бы совершенно разные эпизоды но не всегда не всегда как бы само преследование уже связано с украиной вот то есть например есть есть случай вот актуальность сейчас уголовной статьи в в краснодарском крае там как и во многих других регионах начали образовываться совершенно несогласованные с властями марши за так называемую федерализацию то есть как бы отделение управления регионом от от центра и вот вот в качестве примера одной из активисток ее зовут дарья полюдова мы с ней уже давно знаком потому что ее очень часто задерживают на пикетах то она проводила она как раз была собиралась идти на это шествие и теперь в общем то ее обвиняют на нее как против нее возбуждено уголовное дело вот по наверное вы знаете что в россии не так давно появилась новая уголовная статья за как бы высказывание против единственного единства россии наиболее актуальный пример всегда был что вот если говорить что крым и это украина сейчас то это вот уголовная статья но вот в общем то именно вот по этой статье против нее возбудили дело ну и надо сказать очень много других случаев даже на самом деле не связанных совершенно с украиной вот известный очень случай калининградский с активистами которые вывесили немецкий флаг просто на здании против них тоже возбуждена уголовная статья это вот как бы не имеет напрямую отношение к украине но это как бы не прямое но косвенное отношениями это как бы навеянное это то на самом деле чего видимо очень бояться власть да ну и просто срывы разных пикетов задержания просто на улице под любыми предлогами сами но вот как раз в статье вся эта практика подробно описана и на самом деле вот мне кажется что наиболее страшно конечно выходить вот на всяческие мероприятия именно в регионах где особо активны там некоторых городах сотрудники центра по противодействию по противодействию экстремизму которые как известно в россии занимается очень много политическими преследованиями просто вот ну и конечно с провокаторами в регионах тоже мне кажется должно быть страшнее некоторые участники вчерашнего марша мира в москве говорили что много новых лиц увидели они в шествии насколько вы разделяете эту точку зрению зрение присоединяются ли появляются ли новые активисты и насколько вообще вот эта атмосфера запугивания особенности после начала конфликта в украине она влияет вот на активистов в россии на людей которые имеют какую-то позицию хотели бы ее донести ну она начнем с того что она безусловно влияет и может быть вы знаете что у нас появилась новая уголовная статья связанная с тем что как бы как бы если человек за полгода совершается больше трех трех нарушений законодательства связанного с статьей 20.2 российского административного кодекса то есть нарушает правила проведения митинга и так далее и так далее человек уже имеет право посадить там на 30 суток и в общем то уже на несколько лет то есть уже есть уголовная статья по этому поводу поэтому безусловно запугивание очень серьезно и вообще и вообще количество количество как бы уличных акций но к сожалению идет на спад но если если говорить вот о таких массовых акций то ну мне на самом деле сложно ответить на вопрос потому что я я вчера занимался мониторингом и я не был на этом марше но я смотрел трансляцию и я всегда это как-то стараюсь оценивать по по количеству знакомых лиц которые я вижу но надо сказать что вчера я смотрел трансляцию нет практически ни одного знакомого лица и не увидел там действительно было очень много людей которые раньше не не приходили на эти акции но с другой стороны я не уверен что их можно назвать активистами но в любом случае люди которые не побоялись выйти на акцию и высказать мнение которое в россии сейчас не особенно популярны которые не разделяется политической элитой страны и большинством населения по крайней мере если верить опросам да вот я бы это очень сложный вопрос я не здесь стоит на самом деле доверять опросам и в частности на самом деле вот вчерашняя акция в москве это доказывает потому что мы просто видели какое количество людей туда пришло да там существуют разные оценки от механических счетчиков от волонтеров с механическими счетчиками которые там считали 26 тысяч человек и выше но если посмотреть на количество людей которые участвовали как бы с противоположной стороны в этом мероприятии то есть там разных провокаторов может быть идейных и проплаченных их я думаю что их было не больше 200 300 человек это тоже согласитесь о многом говорит ну да подобная ситуация вот и кстати говоря вот сотрудники полиции вчера себя мы только что вот обсуждали этот вопрос с некоторыми с некоторыми людьми которые отвечали за безопасность митинга и полиция вчера себя вела крайне неадекватно в вопросе именно столкновение с столкновение с провокаторами это было что-то странное в общем то дошло до того что что колонна провокаторов там из человек 30 или 50 в итоге провела марш по тому же маршруту ну да спасибо вам большое даниил за то что были с нами желаем вам возможности свободно заниматься тем чем вы занимаетесь ну и желательно конечно чтобы работы у вас было поменьше чтобы было поменьше репрессий и сдержаний людей которые занимают какую-то активную позицию которую смеливаются критиковать действия власти а